Вот такие датчики установлены на стенах нижнекамских домов. Их задача – фиксировать температуру воздуха, а затем подавать данные к узлу погодного регулирования. Это устройство, в свою очередь, должно контролировать подачу теплоэнергии в дом. Для многих нижнекамцев, получающих каждый месяц огромные счета, остаётся актуальным вопрос – а работает ли этот прибор вообще? На улице тепло, а в квартире дышать нечем. Окна все открывают люди. Где этот автомат или кочегар, кто там этим отоплением занимается? Председатели СТОС готовы всё объяснить. По их словам, узлы погодного регулирования находятся в исправном состоянии, однако просто не успевают реагировать на слишком быстрые изменения погодных условий. Температура, поступающей в дом воды, строго зависит от температуры воздуха. Регулировка в соответствии с этим параметром заложена в программу узла и производится автоматически. Вот в этом только проблема. Потому что он же должен схватиться и себе пометить, что должна, например, 50 градусов пойти. И раз тут температура… он только там начал работать, и раз там опять температура меняется. Естественно, у него уже опять перестрой идёт. Такой перестрой влетает горожанам в копеечку. Не зря говорят – время – деньги. Вот только парадокс получается. Реагировать приборы на погоду не успевают, а тарифы в квитанциях, которые, к слову, зависят от погоды, меняются. Причём всегда вовремя. В прошлом месяце было 35, сейчас 46. Потому что в январе был самый пик температуры. Средняя температура в январе была 12,7 градусов мороза. А в декабре, за данный период, было 4,4. Как сообщают в управляющих компаниях, помогать этим приборам вручную не возбраняется. Любой нижнекамец, недовольный слишком горячими батареями, имеет право сделать заявку. Коммунальщики обязаны прийти и всё отрегулировать при желании в присутствии самих жильцов. По всем вопросам председателя СТОС консультирует жителей до 29 февраля с 16 до 18 часов.